Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и рукодельники! Мы продолжаем одевать нашу текстильную куклу. И сегодня мы с вами поговорим о многоярусных юбках. Многоярусные юбки это красивые пышные юбки. Они очень красиво смотрятся на текстильных куклах. Я считаю, что они являются, наверное, неотъемлемой частью гардероба текстильной куклы. Что же такое многоярусная юбка? Многоярусная юбка, вот на примере этой юбочки, это юбка, состоящая из нескольких оборок, и между ними проходят такие ярусы. Это у меня вот юбочка, сшита из джинсовой ткани. Здесь у нас оборочка, можно посмотреть, из такого тонкого батиста, темно-синий горох в цвет темно-синего джинса. Здесь у нас ярус сделан как кружево, вязанное кружево, является как самостоятельным ярусом. Также у нас здесь следующая оборочка, опять же, синяя джинс. И последняя оборочка у нас джинсовая, тоже украшена кружевом, бежевым, вязанным льняным. Это вот у нас джинсовая юбочка. Еще можно посмотреть вот такую юбочку. Это более светлая, более летняя юбочка, тоже выполнена с тонких тканей. Здесь у нас голубенькая морлевочка, сечек такой белый, голубенький горошек. Здесь ярусы у нас все сделаны из тонкой батистовой ткани. Здесь у нас ярус, как вы можете посмотреть, сделан из шитья. Ткань-шитье. И низ этих оборочек украшен батистовым шитьем. И последняя у нас оборочка, она из белого батиста. Низ я тоже украсила таким же шитьем. Вот такие у нас красивые, нарядные юбочки, которые я предлагаю вам сделать вместе со мной. И в первом этом видео, в первом части этого нашего видео, мы будем делать расчет для того, чтобы пошить такие юбки. Расчет мы будем делать на бумаге. То есть мы с вами рассчитаем длину, ширину и количество оборок и ярусов этой нашей юбочки. Это первая часть нашего класса, мастер-класса. Вторая часть нашего мастер-класса будет, это пошив самой юбки. И вторую часть вы найдете в ссылке под описанием. Также в описании вы найдете ссылки, как сделать выкройку и как шить штанишки-панталончики для текстильной коколки. Если вы хотите пошить саму куклу, само тело куклы Тильды, то у нас в закрытом клубе есть подробный двухчасовой мастер-класс. Ссылочку на клуб я тоже оставлю в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вы найдете готовые работы, которые сделаны в нашей творческой мастерской. И не забудьте подписаться на ютуб-канал, а также включить колокольчик. И вы всегда будете знать о новых мастер-классах, которые выходят на нашем канале. А теперь давайте мы с вами приступим. И будем делать расчет для того, чтобы шить такую красивую, пышную, многоярусную юбку. Для того, чтобы было понятно, как раскроить многоярусную юбку, я сделала чертеж. Здесь я все подробно описала, как у нас будет кроиться юбка. Длина юбки будет 40 сантиметров. Я еще раз говорю, что это юбка для куклы Тильды. Это вся вот эта вот схема, весь этот чертеж сделан без припусков на швы. Смотрите, юбка будет состоять с двух ярусов. Первый ярус, второй ярус и четыре оборочки. Одна оборочка, маленькая оборочка, вторая, большая, вторая и нижняя, большая оборка. Давайте разберем этот чертеж по ярусам. Смотрите, первый ярус у нас будет длиною 10 сантиметров. А вся длина юбки будет строиться не за счет длины ярусов, а за счет длин оборок. Смотрите, у нас первая оборка будет 11 сантиметров, вторая оборка будет 13 сантиметров, потому что вот эта маленькая оборочка 7 сантиметров, она будет сверху этой большой оборки, потому что эта оборка может быть как из декоративной ткани, отделочной, может из ткани шитье, это может быть кружево, вязаное кружево. Ну, одним словом, здесь можно придумать разные варианты, чтобы украсить эту большую оборку. И нижняя оборка. Обычно я в больших многоярусных юбках делаю нижние оборки белые и пришиваю сюда шитье на низ или кружево. И она будет у нас длиною 16 сантиметров. Значит, длины у нас будут так, ширина будет у нас идти так. Значит, вы поняли, что 11, 13, 16 и вместе получается у нас 40 сантиметров. Это у нас размеры длин оборок. Эту, еще раз говорю, не считаем за длину, пусто она будет верхняя. Первый ярус – это оборка, которая у нас будет строиться от талии куклы. Это будет первый ярус. Но здесь мы будем брать мерку. Вы можете, если вы смотрели видео, вы можете посмотреть видео, как я снимаю мерки на куклу Тильда. И за основу этого яруса я взяла мерку самого широкой части куклы. Это объем бедер. Там 24-26 сантиметров, в зависимости, как у вас набита кукла. И вот этот объем бедер я разделила на 2. Получила 12 сантиметров и прибавила к 24. Получила 36 сантиметров. Значит, первый ярус у нас будет длиною 10 сантиметров, шириною 36. К нему будет идти оборка. Оборка – это первого яруса. Она будет 11 сантиметров. Она должна быть на 1 сантиметр длиннее яруса, чтобы закрывать вот этот шов притачивания. Дальше мы рассчитываем ширину оборки первого яруса. Мы берем за основу 36 сантиметров, как ширина нашего яруса, и прибавляем 25, чтобы была пышная, красивая сборка. Получаем 61 сантиметр. Вот красным я нарисовала. Это мы притачиваем сюда. И здесь мы еще будем делать на талии пояс. Переходим ко второму ярусу. Второй ярус мы за основу опять берем 36 сантиметров первого яруса и прибавляем уже 30 сантиметров для пышности яруса. Получаем 66. Значит, две вот этих оборочки, маленькая и большая, будут у нас шириною 66 сантиметров. Здесь мы везде прибавили 30 сантиметров. Маленькая оборка, как я уже вам говорила, это может быть крожево, шитье, декоративная ткань, морлевка. Она у нас будет 7 сантиметров. А основная оборка, большая, она будет у нас 13 сантиметров в длину, потому что маленькая, вот видите, я зеленым отметила, маленькая кладется на большую, и все это кладется к ярусу, и все это будет пришиваться вот сюда. Я здесь не отметила зеленой, не нарисовала зеленой линией, но я вам этот чертеж оставлю под видео, и здесь я еще подрисую такую зеленую линию, чтобы вам было понятно. И приступаем к последней у нас, это нижняя оборка. Она обычно белая, но не обязательно, ее можно делать и цветную. А на низ этой оборки можно украсить кружевом, шитьем, и ширина, и длина этой оборки будет 16. А ширина мы взяли за основу вот эти 66 сантиметров нашего второго яруса, и к ней прибавили. Можно прибавить 25, можно прибавить 30 сантиметров. Это уже на ваше усмотрение, на ширину вашей ткани. И мы получили ширину этой нашей оборки 96 сантиметров. Вот такой чертеж. Здесь нет никаких припусков, и согласно этому чертежу мы с вами сейчас это все раскроем на ткани. Ткани для куклы я взяла, как говорят, ткани компаньоны, то есть ткани, которые будут сочетаться. Это у меня будет основа ткани. Такая у меня будет верхняя оборка, такая у меня будет у куклы кофточка, рукавчик. Под нее я поставлю оборочку маленькую. Я решила сделать с такой голубенькой морлевки. Она тонкая, мягкая. Также я сюда поставлю под низ этой морлевки такой веселый голубенький горошек. Вот смотрите, горошек. Я поставлю морлевочку, основная ткань. И внизу я сделаю белую. Белую сделаю оборку. И украшу эту белую оборку вот таким вот красивым вот шитьем. Будет по краю. Здесь будет у меня так подвернуто. И по краю будет здесь вот такое красивое пришито белое шитье. Это у нас, с этого у нас будут, с этих тканей у нас с вами будут оборки. Не у нас, а у меня будут оборки. Вы, конечно, выбирайте свои ткани, какие вам больше нравятся, какой вы задумали фасун своей куколки. Но ярусы, все ярусы, я буду делать с белой ткани. Это белый батист. Он тонкий, нежный. И юбка не будет очень толстой. И не будет очень сильно топорщиться во все стороны. Не будет таким парашютом, грубо говоря. Ну что, возьмем опять наш чертеж и построим с вами первый ярус. Я как говорила, что ярусы у нас будут с белой ткани. Вот я взяла за основу белый батист. Складываю его пополам. Вот эти все мерки, что я здесь написала, 36 сантиметров, 66 сантиметров, это у нас полная мерка, полной ширины юбки. Мы же будем с вами кроить, как я вам уже рассказывала, когда мы шили с вами штанишки, вы можете посмотреть видео, как шить штаны для куклы Тильды. Мы все ткани складывали пополам. Смотрите, складываем. Как? Складываем по долевой. Вот у нас долевая, вот у нас поперечная. Почему я говорю по поперечной? Очень хорошо делать оборки, так как она немножко тянется и очень хорошо, когда присбаривается оборка, она очень красиво драпируется. Я складываю вместе пополам. Вот у меня сгиб. Здесь у нас две такие. Выравниваю. Обязательно выравниваю вот этот срез. Всегда выравнивайте. Он бывает с расхождением, и бывает немножко неровный. Выравниваем. Выравнивали срез. И смотрите, мы будем откладывать с вами первый ярус. 10 сантиметров. Но я сказала, что здесь нет припусков на швы. То есть мы откладываем 1 сантиметр припуск, 10 сантиметров. Чтобы вам было виднее. Смотрите, откладываем. 1 сантиметр. Ставим черточку. Я рисую на ткани, как уже говорила, таким высушенным мелом. Но можно взять и портновские мелки. Не рисуйте на ткани карандашами, а особенно фломастерами и мелками, которыми рисуют дети на асфальте. Вы потом не отстирайте и не очистите. Откладываю 10 сантиметров. И еще откладываю 1 сантиметр. Вот мы с вами отложили первый ярус, который у нас будет 10 сантиметров. И проводим такие линии. Так проводим. Здесь можно сделать себе контрольную методику. на 10 сантиметров и на 1, чтобы у нас криво не было. И соединяем контрольные мерочки. Мы с вами сделали длину первого яруса, которая равна у нас, как у нас показано на чертеже, 10 сантиметров. Вот у нас 10 сантиметров. Здесь у нас 10 сантиметров. И здесь у нас 2 припуска по 1 сантиметру. Давайте теперь отложим ширину. Ширина у нас равна 36 сантиметров плюс сантиметр на припуск. Мы с вами откладываем 36 сантиметров. Мы с вами должны разделить пополам. Это у нас будет 18 сантиметров. И отложить здесь. Мы откладываем 18 сантиметров так. И 18 сантиметров так. Отложили. Соединяем наши... И здесь мы опять с вами должны дать припуск. Дать припуск 1 сантиметр. И тоже рисуем. Нарисовали. Вот мы с вами нарисовали, нанесли на ткань наш первый ярус. Как у нас на чертежа. На чертеже нарисовано 10 сантиметров и 36. Пополам это 18. Теперь берем ножнички и все это будем вырезать. Вырезаю я портновскими ножницами, потому что ими очень удобно. Лишний мусор убираем. Мы с вами сделали первый ярус. Теперь мы с вами сделаем оборку первого яруса. Я как говорила, что я для оборки беру основную ткань. Вот такую красивую. И с нее я буду вырезать оборку для нашего первого яруса. Смотрите, ширина нашей оборки также складываем. Если здесь мы, у нас батист, и он не имеет ни лицевой, ни изнаночной стороны, я сложила так, как сложила, то эта ткань у нас имеет лицевую сторону и изнаночную. При раскрое лицевая сторона всегда должна быть внутри. Также складываем по долевой. Вот долевая, по долевой, вот долевая, вот поперечная. Складываем ткань вместе. И здесь еще есть такой момент. Не всегда бывает такая широкая ткань, как нам хотелось. Вот смотрите, у меня здесь, например, ширина где-то 54 сантиметра. А мне 54 сантиметра. А мне нужно 61. Ну даже грубо 60. Мне здесь не хватает. Значит, я буду делать еще дотачку. То есть подрезать кусочек ткани и притачивать. Ну давайте раскроим на ту ткань, что у нас есть. А потом еще добавим кусочек, подкраим кусочек и добавим сюда. Также выравниваем срез. Видите, какие срезы неровные? Потому что ткани всегда режут ровно. Здесь ровно, здесь долевая, здесь поперечная. Выравниваем срез ткани. Так. Откладываем припуск 1 сантиметр. Точки соединяем, что мы с вами отложили, чтобы у нас было ровно. Отложили. И здесь мы с вами будем откладывать ширину нашей оборки. Я говорила, что оборка наша должна быть на 1 сантиметр длиннее яруса. Значит, мы с вами будем откладывать 11 сантиметров. И так откладываем 11 сантиметров. Тут тоже нужно отложить 11 сантиметров. И так же здесь откладываем, откладываем 1 сантиметр на припуск. И рисуем припуск. Так, что видно хорошо ткань теперь. Я думаю, что все понятно. Отложили. Мы отложили вот это вот 11 сантиметров. И с двух сторон положили припуск. Для того, чтобы здесь приточать, здесь обработать. Теперь мы с вами отложим ширину. У нас здесь 61 сантиметр. Это значит 30 с половиной сантиметров. И вот здесь такой момент. У меня ткань узкая. И у меня здесь помещается всего 27 сантиметров. Значит, я эти 27 сантиметров отрежу. Отрежу 27. И еще срезаем это. И еще добавлю кусочек. Так, срезали. Еще смотрите. Здесь у меня, видите, какой неровный срез. Я его уже тоже выравниваю. И отрезаю. Вот у нас получился отрезок, который у нас всего даже 27 плюс сантиметр нашел. 26, а нам нужно с вами 30. Значит, нам с вами нужно всего ничего. Это добавить 4 сантиметра. Здесь я уже делаю по-другому. Я разворачиваю нашу ткань на всю. Пока отложу. Прикладываю этот кусочек. Сейчас я немножко отодвину. Здесь добавлю 27. И у нас с вами должно получиться 30. Ну, сделаем 32. Ничего страшного. 32. Всего ничего. У нас будет вот такая небольшая вставка. Я здесь вырезала кусочек. Так, отрежем. Когда она сделается сборочка, она, эти сачки, даже не будут видны. Ну, вот так мы с вами сделали. Вырезали. Сейчас мы с вами сюда прикрепим булавочками. прикрепим и немного с вами выровняем. Здесь все подрезаем, чтобы потом лишний раз не возвращаться, ничего не резать. И вырезаем. Здесь у нас 30 с половиной. У меня даже, видите, и этой стачки не хватило. Значит, мне придется добавить еще другой кусочек. Побольше, наверное. Видите, немножко просчиталось. Сейчас я померяю еще раз. 29 получилось. А мне нужно 30 с половиной. Значит, мне нужно сделать, что ж так неловко получилось. Но что делать? Семь раз отмерь, как говорится. Один раз отрежь. Будем еще отрезать. Теперь уже поболее. Сейчас мы померяем, сколько он у нас 10. Ну вот, вырежем где-то на 12 сантиметров. Так, вырежем где-то на 12. Что ж, хорошая, правильно пословица, которая говорит семь раз отмерь, один раз отрежь. теперь я уже наверно с большим запасом сделала. Так, эту мы ткань убираем. Она уже нам не нужна. Пойдет на кофточку и примерим сейчас. Как у нас здесь цветочки идут? Правильно. Еще, когда у вас ткань в цветочке, ладно, когда в горошеке полоску, там не обязательно подгонять картинку на ткани, но когда у вас идут цветочки, желательно, чтобы цветочки шли в одну сторону. Так, прикололи. Это мы с вами приточаем. И сейчас нарисуем линию, которая у нас должно быть тридцать с половиной. Тридцать. Вот, я теперь уже попала. Тридцать с половиной. И нарисуем линию. Это у нас будет еще стачно. То есть у нас будет с вами здесь вставлен такой клин. Вот так. Вот так у нас с вами получается эта оборка. Все, выравниваем все края, которые мы здесь подкраивали. это у нас с вами оборка. Вот мы сделали оборка первого яруса. Смотрите, ярус сюда пришьется вот так оборочка. Сейчас вам покажу. Оборочка пришьется и к ней будет сделан поясок. Вот мы с вами сделали первый ярус. Откладываем его в сторону. Теперь мы делаем второй ярус. Второй ярус, как я вам говорила, мы тоже будем делать из белой ткани. Здесь у нас длина будет 12 сантиметров без припусков на швы. И сделаем мы ее из белого батистика. Вот у меня белый батистик такой. Такие у меня здесь вырезаны кусочек. Какие-то печати были. И мы с вами снова выравниваем. Давайте с вот этого края. Здесь у нас значит смотрите 66 пополам будет 33. Сейчас я померяю пройдет ли у меня сюда 33. Нет не проходит 33. Значит мы с вами сделаем с этой стороны. Я думаю что с этой стороны 33 сантиметра у нас да у нас здесь хорошая ширина 43 сантиметра 33 сантиметра мы с вами здесь можем отложить. Опять же я вам говорю выравниваем срезы откладываем один сантиметр припуска отложили сантиметра припуска и сюда вниз мы с вами будем откладывать 12 сантиметров вот мы здесь будем откладывать 12 сантиметров раз 12 еще раз 12 опять же проводим я сейчас вот так вам покажу что было видно все хорошо было видно рисуем линию и здесь мы с вами откладываем один сантиметр на припуск даем потому что будет с двух сторон у нас пришиваться оборка и машинный шов заберет этот сантиметр так мы с вами здесь построили теперь мы откладываем с вами ширину нашего яруса это 66 сантиметров то есть мы с вами делим пополам 33 33 и здесь 33 66 сантиметров нарисуем нарисуем линию и добавим один сантиметр на припуск на стачку все вот мы с вами все сделали здесь у нас кромка некрасивая все отрежется и мы с вами можем это все вырезать срезаем это неровный край здесь мы режем по припуску по припуску и здесь тоже мы с вами режем по припуску так мы с вами вырезали это у нас с вами второй ярус который будет пришиваться к первому ярусу понятно с ярусами откладываем в сторону и делаем оборки и делаем оборки для второго яруса смотрите здесь будет у нас две оборки одна 7 сантиметров и большая 13 сантиметров я значит 7 сантиметров буду делать с такой вот голубой морлевочки здесь тоже у меня ткани всего 32 сантиметра а мне нужно 33 сантиметра наверное я сделаю эту оборку подолевой вот сделаю подолевой я так думаю что ничего страшного что я сделаю ее подолевой это все равно морлевочка очень мягенькая ткань и можно будет ее пристрочить и она будет тоже красиво будет собрана в виде задрапирована красиво здесь смотрите я уже вам говорила что на вот этот маленький второй ярус можно поставить кружево можно поставить шитью я вот решила поставить морлевку но здесь по нижнему срезу я не буду добавлять сантиметр на припуск так как я здесь хочу так немножко ткань выдернуть всю она очень хорошо дергается особенно и у меня получится такая необработанная бахрома такой вот как говорится такая будет легкая небольшая неопрятность мне нравится очень красиво как в боха стиле ну что давайте мы с вами вырежем я еще раз говорю что здесь я уже буду резать не поперечный а подолевой так как поперечный мне немного не хватает складываем пополам складываем лицевой вовнутрь вот он меня видно здесь так красиво выработка здесь поярче значит я складываю лицевой вовнутрь да правильно посмотрела внимательно правильно складываем вовнутрь смотрите она у нас 7 сантиметров я прибавлю всего лишь 1 сантиметр для того чтобы пристрочить больше прибавлять ничего не буду я сделаю такую бахрому если даже кружево пусть она у вас даже будет 5 сантиметров вы просто край кружева сюда пристрочите и никаких припусков в принципе давать не нужно и здесь и здесь мы отрежем 66 ширина этой всей нашей будет 7 длина 7 сейчас еще так здесь очень хорошо она какими-то идет клеточками полосочками очень хорошо выравнивать даже рисовать мне нужно сложил и делаю вот 7 сантиметров я отложила 7 сантиметров так здесь я обязательно дам припуск с краю припуск и отложу 66 разделю пополам отложу 33 сантиметра 33 сантиметра вот у меня здесь 33 сантиметра и так же с этой стороны я тоже дам сантиметр это припуск на шов так как стачивать будем с двух сторон с этой и с этой то есть круговая оборочка вот так у нас и должно получиться и вырезаем здесь я отрежу только мусор который вот нитки просто выровняю вот так срежу мусор отрежу здесь я по краю и здесь я тоже отрежу у меня осталось для отделки платится немного и так же вот у нас получился сгиб мы разрежем по сгибу все здесь мы тоже с вами стачиваем здесь булавочку ставим и стачиваем ставим булавочку здесь это мы сделали маленькую вот на чертеже что было понятно маленькую верхнюю оборочку вот 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 у нас с вами и сюда вырезать еще большую оборочку которая будет 13 сантиметров большую оборочку сейчас уберу чтобы нам не мешало ничего большую оборочку я буду вырезать из такой ткани в горошек здесь тоже можете посмотреть что здесь вот лицевая сторона ярко выраженный рисунок и изнаночная значит мы с вами складываем лицевой стороной вовнутрь здесь очень хороший метраж очень большой лоскут так что я думаю что мне здесь не нужно будет не делать никаких стачек и как всегда мы с вами даже проверю о замечательный лоскут и мы с вами во первых будем выкраивать во первых нам вот эти кромки не нужны их нужно срезать и всегда при крови кромки никогда не нужны их нужно обязательно отрезать прикладываем линеечку выравниваем край ровненько прикладываем вот этот он у нас видите какой неровный поэтому мы его выравниваем и его срежем так хорошо все попало здесь мы будем кроить так долевая так поперечная и откладываем смотрите 13 сантиметров значит мы должны здесь и здесь делать по сантиметру на припуск сантиметру сантиметрик откладываем так линеечку прикладываем ровно рисуем дальше мы от этой линии припуска мы откладываем 13 сантиметров от линии припуска вот смотрите 13 сантиметров длина оборки ну еще раз поставлю одну метку 13 сантиметров и соединяем эти все метки линейкой еще раз вам говорю не рисуйте на светлой ткани карандашами особенно фломастерами и ручками лучше купите портновский мелок его очень хорошо видно да и мыло такое высушенное это очень хорошо я уже говорила что я люблю детское мыло оно не крошится это вот не детское немного крошится и откладываем припуск один сантиметр и опять рисуем линию по припуску здесь у нас уже с вами согласно нашим построениям и чертежу 66 сантиметров пополам 33 откладываем 33 сантиметра и здесь откладываем 33 сантиметра отложили соединяем и так же припуск не забываем про припуски и откладываем один сантиметр припуска здесь сантиметр и здесь сантиметр и тоже соединяем линии все нарисовали оборочку 13 сантиметров и это все мы с вами вырезаем вырезаем по припуску зачем же мы у вас рисовали для того чтобы лишнюю ткань убираем а здесь вырезаем далее отрезаем тоже хорошие кусочки остались еще нам пригодятся и здесь мы с вами отрезаем вот это что я вам говорила неровный срез мы отрезаем где махрятся нитки которые мы с вами выравнивали все мусор выбрасываем это у нас с вами большая оборка второго яруса сейчас вам покажу все как у нас будет выглядеть здесь мы будем с вами стачивать булавочкой приколем и смотрите у нас белый ярус на него идет большая оборка которая больше яруса видите и на нее у меня будет сморлевочки с голубой вы же можете сюда поставить кружево я уже говорила шитье даже связать кружево сюда очень красиво будет кто умеет крючком вязать сюда связать кружево и не обязательно такой ширины кружево можно поставить и маленькое вот такое можно на край поставить капроновое можно поставить более широкое шитье ну это уже ваша фантазия вот мы с вами сделали смотрите у нас с вами первый ярус я сейчас все выложу оборка у нас первого яруса которая будет закрывать и нам с вами осталось вырезать нижний нижнюю большую оборку белой с белой ткани с шитьем так мы это все с вами складываем прямо складываем все вместе чтобы нам потом с вами не сбиться не искать где первую где вторую вот у нас второй ярус такое так сложено это у нас первый складываем вот так вот чтобы было понятно что это у нас первый вот на первый второй мы с вами выкроем теперь мы с вами выкроем нижнюю белую оборку